С ежегодным ростом населения и развитием промышленности увеличивается и спрос на электроэнергию. Это в свою очередь требует рационального использования ресурсов. На основании поручения президента в Каракалпакстане прокуратурой проводится планомерная работа по предотвращению правонарушений. Рациональное использование энергоресурсов данному вопросу в нашей стране уделяется особое внимание. На постоянной основе проводится ряд практических мероприятий в данном направлении. В частности, одно из них направлено на расширение разъяснительных работ по эффективному использованию энергоемких отопительных приборов. В процессе организованного прокуратурой Каракалпакстана такого диалога на примере одного домохозяйства говорилось о правильном и рациональном использовании такого оборудования, работающего на природном газе. Турбикей Калиллаева, проживающая в сходе граждан Махали Аманлы, города Нукуса, ранее использовала старую самодельную горелку. За один месяц расходовало при этом 720 кубометров голубого топлива, а это 665 тысяч суммов. За один сезон потребления газа доходило до 4320 кубометров. В ходе эксперимента сравнили работу двух отопительных приборов – старого и нового энергоэффективного. Результаты показали, что последний будет расходовать 485 кубометров голубого топлива в месяц, что дает значительную экономию ресурсов в объеме 1410 кубометров. Цена данного оборудования составляет 65 тысяч суммов. Оно, в свою очередь, позволяет каждому потребителю экономию и эффективно использовать энергоресурсы. Раньше за потребление природного газа в месяц платили 650 тысяч суммов. Ответственные лица продемонстрировали работу энергоэффективной горелки. После чего в течение часа ее установили. Мы испытали данный прибор и провели подсчет. По результатам выяснилось, что мы ежемесячно сможем сэкономить 300 тысяч суммов и эффективно использовать голубое топливо. На сегодняшний день в 9 тысячах из 24 тысяч домохозяйств Каракалпакстана старые отопительные приборы заменены на энергоэффективные. В результате данных системных работ планируется сэкономить 50 миллионов кубометров природного газа. По инициативе прокуратуры организуются рабочие группы и проводится системная практическая работа по всем направлениям. С охватом малообеспечено слоев населения.